Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Я хочу с вами сегодня поделиться одним словом из Писания и основу для этого слова мы вместе возьмем послание Иакова из Нового Завета. Это стих такой. Иаков говорит, сомневающийся человек подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Удивительно, но вот с чем Иаков сравнивает человека, вот это сравнение идет как бы как образное в нашей жизни, которое случается с любым человеком. Тем более люди, которые приняли Господа Иисуса Христа, и для них открывается новый мир, духовный мир. Они хотят познавать. Они хотят познавать этот мир. Они хотят трогать этот мир. Ведь апостол Иоанн в первом своем послании говорит, что то, что мы видели, то, что рассматривали, то, что осязали руки наши, о слове жизни. Также и каждый из нас хочет видеть, хочет рассматривать и хочет осязать своими руками. Да, это слово веры. Слово веры – сам Христос. И это слово находится внутри нас, согласно посланию апостола Павла Римляна, что слово веры говорится, что это «внутри сердца твоего и на устах твоих». Что я хочу говорить? Что беспокоит меня? В последние времена весь мир, чем дольше идет, тем больше как бы сходит с ума. Дьявол нападает, и нападает широкомасштабно. Во-первых, он не имеет никакого юридического права в этом плане, если Бог ему не позволяет. Библия утверждает, что он должен получить право на то или иное искушение от Бога. Если Бог не попустит, он не может ничего делать. Иисус Христос аннулировал всю его власть на Голгофском кресте. После воскресения Иисус Христос сказал, что дана Ему всякая власть на небе и на земле. Нет больше власти, которые не были подчинены Иисусу Христу. Нет такой власти. Не в небесах, не на земле. Если мы замечаем, что в воздухе или на земле, как в послании Ефесянам говорится, что есть такие определенные силы, которые противоборствуют человекам, тем более верующим. Для чего нам нужно все оружие Божие, чтобы противостоять? Это только для того, чтобы меня и тебя развивать. Но ведь апостол Иаков говорит, что люди, которые сомнительные, люди, которые внутри себя имеют веру, не веру, а сомнение, вот эти люди подобны морской волне. Они сомневаются во всем. Что же это такое? Как это происходит? Давайте вместе рассмотрим этот момент. И для чего это случается? Во-первых, вот то, что случилось в Эдемском саду, вот этот академический пример, третья голова книги «Бытье» говорит о том, что дьявол подошел в форме змея, подошел к лепе и спросил, подлинно ли Бог сказал, почему дьявол именно так спросил. В чем заключался смысл его вопроса? Подлинно ли Бог сказал? Если бы Ева сама получила бы вот это откровение от Бога, дьявол не мог бы подойти и спросить, потому что, ну, там нет сомнений. Но ведь откровение-то получил сам Адам, а Ева, само собой разумеется, приняла это откровение через Адама, потому что Бог говорил с Адамом. Если бы и Ева получила бы и то же самое откровение, то у дьявола не было бы никаких шансов привести ее в такое состояние. Давайте не будем думать, что Ева – женщина, поэтому случилось это с нею. Нет, это не так. Вот это положение сомнения живет в каждом человеке. И дьявол хочет употреблять это. Он подходит коварно. Луковство его заключается в том, что он не хочет человеку давать что-то доброе, но открывая тот или иной занавес, он делает все возможное, чтобы человек заблудился. Двенадцатая глава книги Откровения говорится, что дракон, когда увидел, что не может ничего делать, он пустил за женою реку. Написано, чтобы увлечь. Увлечь ее рекою. Что за река? Что за река? Как он увлекает? Что он делает? Вот посмотрите, в книге Ефесянам 4 главе написано, что Бог дал дары. Это пять даров. Должностные дары. Это апостолы, это пророки, это евангелисты, это пастыря и это учителя. Для чего? Написано, для усовершенствования святых, чтобы мы все пришли в единство веры совершенного мужа Божия Иисуса Христа, дабы небо и поле колеблены всяким ветром учения по муковству человеков по хитрому искусству обращения. Что такое хитрое искусство? Сатана искусство? Сатана искусен в этом деле. Но он искусен только перед людьми, но не перед Богом. Библия утверждает во второй главе книги Откровения, в письме, в послании к феотирской церкви, утверждает, что вам же, которые находятся в феотире, которые не знают так называемых глубин сатанинских, у сатаны не может быть глубин. У него нет глубин. Подумайте сами. Иисус Христос победил его. До того, как Христу подняться на крест, до того, как его подняться на крест, он сказал в книге Иоанна Апостола, он сказал, «Князь мира сего осужден». Еще тогда при жизни Иисуса Христа он был осужден, а тем более после смерти и воскресения Иисуса Христа, он в конечном итоге осужден. Но время, которое Бог положил, чтобы вот это время должно иссякать, он дал определенное количество времени. Например, у Бога есть мера измерения. У Бога есть мера измерения, это 15 глава книги «Бытие». Там говорит Аврааму, когда чаша беззакония о муреях исполнится. Это мера измерения. В книге Откровения Он говорит, что времена язычников должны исполняться. Это мера измерения. Тоже в книге Откровения Бог говорит, что число язычников должно исполняться. Это тоже мера измерения. Если говорится о внешнем дворе, это 11 глава книги Откровения. Внешний двор. Только внешний двор не измеряй, потому что внешний двор дано язычникам. Они будут попирать этот двор 1260 дней. Это мера измерения. У Бога есть мера измерения. То есть даже вот эта квадратура, которую Бог положил, что язычники должны это попирать, и чтобы человек Божий не измерял то или иное, это мера измерения, через чего и Бог показывает, что есть определенные вещи, которые мне и тебе невозможно перешагать и перешагнуть. И нам это и не нужно. Нам нужно понять и познавать волю Божию, чтобы перед ним можно было стоять. Мы же хотим служить Господу. Священство нам дано для того, чтобы служить Господу. А как служить? Ведь мы говорим о сомнениях. Сомнения приходят в сердце человека во всех отношениях, во всех сферах. Но кто сеет это сомнение? Сомнение сеет сам дьявол. Зачем он сеет это сомнение? Потому что у него природа такая. Недавно я в одном месте прочитал очень интересную статью. Там говорилось о случае, когда один человек увидел, что змей упал, попал в огонь. И он взял кусочек чего-то, он хотел спасти этого змея. Он когда вытащил этот змей, которого спас этот человек, укусил его руку. Он стряхнул свою руку, и змей снова упал туда в огонь. А люди, которые там стояли, заметили, что этот человек взял что-то там железное или что-то. Он взял и вытащил змея оттуда. Люди сказали ему, только что этот змей укусил твою руку. Он ужалил тебя. Почему же ты спас этого змея? Человек повернулся и ответил, «Моя природа человеческая и спасающая. У него природа ядовитая». И он кусает согласно своей природе. Если его природа такая, это не обозначает, что из-за ее природы я должен предавать собственную природу. Это что-то прекрасное. И вот у дьявола природа такая. Дьявол идет в погибель. Он уже в погибели находится. Но он хочет с собою нести многие души. Кроме того, дьявол больше не имеет сил. Он не имеет сил. Он, как аккумулятор, потерял свою энергию. И он не может впитаться больше от Бога. Потому что это был единственный херувин, который имел право ходить между огнистыми камнями. Это 28 глава книги Эзекиеля. Он оттуда брал силу. Он брал силу у Бога. А сейчас от Бога он не имеет права питаться. Бог не извернул его. И он не может ничего делать. Откуда же сила у дьявола? Откуда у него сила? Сила у него появляется только тогда, когда человек начинает бояться. Он питается страхом человеческим. Сила у дьявола оттуда, когда он начинает человека ввести в заблуждение, и человек начинает сомневаться. От всякого сомнения человеческого естества души человека дьявол питается. Сила у него оттуда, когда человек начинает бояться от собственного страха и от собственных сомнений, человек впадает в грех. Именно тогда, когда человек впадает в грех, у дьявола получается, что он перед Богом получает право от этого человека взять его энергию. Откуда у тебя энергия, человек Божий? Вот ты верующий, вот ты праведник перед Богом, ты святой перед Богом, да. Вот откуда ты берешь эту святость? Откуда твоя праведность? Вот ты стойкий, откуда твоя стойкость? Откуда? Ты же, ты же входишь в небеса, ты же стоишь на коленях и просишь у Бога. Когда ты просишь у Господа, Господь тебе дает силу, и вот эту силу, которую Господь дает тебе, вдруг, не дай Бог, ты впадешь в грех. Дьявол, вот эту силу, которую ты получаешь от Господа, через Иисуса Христа ты получаешь возможность, власть и способность питаться от этих огнистых камней, от которых уже этот хирург не имеет права питаться. И ты берешь силу. Дух Святой дает тебе силу. Но когда ты впадаешь в грех, когда ты огорчаешь Духа Святого, Духа Святости, уже вот твой Дух теряет эту силу, потому что дьявол начинает, как вампир, у тебя брать эту силу. И он от тебя, от меня, от того, от другого, вот эта сила собирается у него. И он живет этим. Поэтому, если я и ты не будем впадать в грех, если ты и я не будем сомневаться, если мы не будем страшаться, бояться от чего-либо, если в нас больше не будет никакой фобии, никакого страха, кроме Божьего страха, дьявол не может от этого питаться. Он не может быть сильным в нашей жизни. Его власть аннулируется. Больше он ничего не может делать в нашей жизни. Иисус поэтому сказал, вот идет конясь мира с чего и во мне не имеет ничего. А что может иметь в тебе или во мне? Сомнение? Страх? Итак, как он добивается успеха в этом плане? Девятая глава книги своей пророка говорит, что я отрежу голову и хвост, что знатный, и вельможа это голова, а пророк, ложе, и учитель это хвост. Удивительно, удивительно, что вот этот дракон, который стоял в книге Откровения в 12 главе перед женщиной, которая должна была родить сына младенца мужского пола, который был восхищен к Богу и престуду его, он увлек за собою третью часть звезд хвостом своим. Если это звезды, те звезды, которые находились на небесах, если это люди, если это ангелы, как он это сделал? Хвост. Что такое хвост? Это пророк, ложе, учитель. Итак, его принцип через лже-пророчество, через лже-откровение, через лже-учение, через лже-образ Бога, через лже-образ Христа обмануть простейших верующих, простых людей. Обмануть. Делось так, чтобы люди были обмануты. Когда люди начинают давать место вот тем учениям, которые были созданы по луговству человеков, по хитрому искусству обольщения. Это искусство. Хитрое искусство. Но мы, которые подходим к Господу, которые не сыны тьмы, не сыны ночи, а сыны дня, которые спят или бодрствуют всегда Господни, согласно посланию Павла, на нас вот эта хитрость не может влиять. И мы, если даже просимые не получаем в данный момент, когда мы хотим, потому что Бог знает, когда нам давать наше просимое, мы все равно остаемся верным нашим молитвам. Мы просим и стоим на то. Вот почему Иисус привел пример пример вдовы, что нужно всегда молиться и не переставать. Как она просила у этого беззаконного судьи освободить, избавить ее от недруга своего. И это было сделано по неотступности. Бог хочет, чтобы мы молились, Бог хочет, чтобы мы не сомневались. Но сомнение, вот именно дьявол приносит сомнение ради того, потому что, первое, вот наши сомнения нужны ему. Он без наших сомнений не имеет никаких сил. Без нашего страха он не имеет никаких сил. Он питается нашим страхом. А Новый Завет имеет в себе девять пункт, из которых один из них написано «Страх мой вложу внутрь их, в сердца их, чтобы они не отступили от Бога, от меня». Почему человек отступает от Бога? От других страхов. Он боится от экономического кризиса, он боится от каких-то вирусов, он боится от каких-то голосов, от каких-то шумов, он боится всего. Боится потерять семью, боится оставаться одиноким, боится, что вдруг его выгонят из того или иного места, что церковь не будет его принимать или община будет противостоять. Он боится. Бог человеку говорит слово «иди, делай то-то, то-то», а человек боится идти, делай это слово. Почему? Потому что человеческий страх начинает доминировать в его жизни, а это выгодно дьявол. Поэтому дьявол приносит сомнение, чтобы пробудить внутри этого человека страх. Волны этого страха начинает этого человека привести в такое удурченное состояние, где дьявол начинает уже там восторжествовать, потому что он как вапир начинает питаться душой этого человека. и если у него получится с собой везти этого человека туда, где для него приготовлено место. А что приготовлено для него? Написано «Все беззаконные должны идти в озеро огненное, Иисус говорит, которое приготовлено для дьявола и для ангелов его». Озеро огненное приготовлено не для человеков, а приготовлено для дьявола и для ангелов его. Но люди, которые будут из себя составлять тот образ, в котором он будет влагать дух, чтобы этот образ и действовал, и говорил, и чтобы убиваем всякий, который не будет поклоняться зверю через этот образ. Вот эти люди, которые составляют этот образ, они будут вместе с дьяволом и с его ангелами в этом озере огненном. От этого боится дьявол. Худшее положение, когда дьявол был поражен перед Сыном Бога Живого Иисусом Христом, перед Сыном Человеческим. И еще худшее положение для дьявола, когда он сокрушается под твоими ногами, когда он сокрушается под твоими ногами, под ногами смертных. Бог каждому из нас дает бессмертие через Христа Иисуса, ибо Бог так возлюбил мир, что отдав Сына Своего Единородного дабы, всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог нам дает вечность, вечность. А вот дьявол, зная это положение, он хочет иметь нечто от этой вечности. И вдруг Бог, согласно Римлянам 16, главе 20 стиха, начинает сокрушать этого дьявола под ногами смертного человека, которому Бог дал быть вечным через Господа и Иисуса Христа. Это очень славно, это просто прекрасно, что вдруг я и ты, ты и я становимся вечными во Христе Иисусе. Да поможет нам Господь не сомневаться, да поможет нам Господь быть верным в своей вере, и как апостол Павел говорит, течение совершил, добрым подвигом подвязался, веру сохранил. Помни, мой друг, в вере нету сомнения. Там, где сомнения, там нету веры. Корректор А.